Добрый день! В прошлой части, как вы помните, мы занимались тем, что занимались решением Огро-Троличьего вопроса. Ну и спускались в подземелье. Нет. Давайте сходим в лес. Лучше я возьму секиру. Блин. Надеюсь, в лесу хотя бы нас дождь не достанет. В лагерь друидов. Чувствуется, что здесь все по-другому. Так, мусор. Странное здание. В принципе, развалины какого-то... Может быть, замка, может быть, сторожевой башни. Но здесь есть золото. Значит, здесь есть жизнь. Потому что золото так само по себе здесь обычно не появляется. Такая интересная выемка. Это, скорее всего, большое мировое дерево. Хотя, может быть, это камень. Воистину, классное место. Такая возвышенная музыка. Медитативная. А вот и лагерь друидов, кстати. Согласна. Понятно. Не хватает навыка. Сейчас посмотрим, что можем мы сделать с этим, получается, сундучком. Нормально. А я молодец. Наконец-то я научился ломать сундуки, которые очень крепкие. Вполне себе возможно за счет повышенной критичности, что я прокачал крит-удар, серебряное кольцо и серикены. 28 штук. Выглядит как монетки. Прикольно. Пусть будут. Дрэген. Гномы-друиды встречаются довольно редко. Эти исключительные личности могут быть очень серьезными противниками. Надеюсь, он не захочет со мной сражаться. Я бы не хотел попортить его шкурку. Но вполне себе, возможно, придется. Хотя, вон какой-то Джакен. Орк. Полу-орк улыбается и бесшабашной ухмылкой, будто он готов сразиться в одиночку с целой армией. Полу-орк-друид. Нормально. Хотя, может быть, он служащий друидов. Такой вариант тоже, в принципе, возможен. Да, ё-моё. Согласна. Давай, взламывай. Я пока посторожу. Вообще, в принципе, лагерь больше похож как лагерь разбойников, говорю, охотников. Давайте отдохнем. Немножко нам досталось от ловушек. И примем немножко кофе. Не, а воистину, место такое интересное. Такой еще свет падает сквозь крону вековых деревьев. Очень классно. Привет, ребята! Вы не против? Слушайте, реально он друид. Видите, у него серп в руке. Некто Джанкин. Согласна. Спасибо. Так, полуорк мне мешает пройти. Ладно, посмотрим здесь. Хе-хе-хе. Хожу тут, понимаешь, шаманаю. Бедных друидов. А их тут много, вы посмотрите. Велк, Архенна. О, у них целое поселение здесь. Ну что ж, пообщаемся сейчас с архидруидом. Нет, 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 ни в коем случае не трогаем сундук. Приветствую. Всем созданием природы рады в этой роще. Чем я могу помочь? Что это за место? Это роща друидов. Здесь истинные почитатели природы собираются, чтобы обсуждать, созерцать, изучать и даже бросать вызов природе. Обычно нас тут больше, но несколько наших соратников пропали. Как это, вызов природе? В природе всегда есть конкуренция. Мы испытываем себя, соревнуясь друг с другом. Но только друиды могут принимать участие в этих ритуалах. Когда твоя говорить, народ пропадает? Это про чего? Это долгая история, но я чувствую, что ты мужчина из природы непосед. Так что постараюсь быть кратким. Спасибо. До недавних пор этот лес был относительно мирным местом. Лесные нимфы защищали животных, и все подчинялись естественному порядку. Но теперь царит какой-то ужасный разлад. Животные стали чрезмерно агрессивны, нападают на любого, кого только увидят. Включая тех, кто всегда был с природой в дружбе. Твоя говорить на следопыта и друида теперь я тоже нападатель? Мы, похоже, даже разговаривать с животными больше не можем. Судя по их мыслям, они все сошли с ума. Ничего не хотят, кроме как разрушать. Я думаю, что с духом леса что-то не так. Э? Дух леса? Дух леса. Трудно объяснимое понятие. Лес – это не просто группа деревьев. Это живое существо. Дух есть средоточие защитной силы леса. У него есть разум. Своего рода. Хотя, на самом деле, он не рассуждает, как ты или я. Он заботится о созданиях, которые здесь живут, поддерживая естественные циклы, включающие жизнь и смерть. Так что не так-то? Я не понимаю. Дух леса может призывать тех, кто живет в лесу, на свою защиту. Теперь он нападает даже на тех, кто сам бы защищал его. Я не знаю, что не так с духом, но очевидно, что он заставляет животных набрасываться на все пришлое. Мне нужен кто-то, кто выяснит, что происходит, хотя дух, несомненно, попытается убить его. Сколько твоя платить, все моя дело? Это не та ответственность, которую можно легко на себя позволить. Я не осмелюсь послать на это задание тех, кто лишь частично посвятит себя ему. Моя посвятить, если ты платить. Твой образ мысли оставляет желать лучшего. Боюсь, я не могу доверить тебе такую серьезную ответственность. Я вижу, у тебя не хватает уважения и осознания важности этого задания. Возможно, если ты как следует подумаешь над этим, я смогу доверить тебе эту ответственность. Пожалуйста, возвращайся, когда все поймешь. Слушай, ты, господин хороший, я тебе сказал, и моя, моя работать. Моя килл. Килл зэ мол. Так, ладно, где мой шлем? Сейчас мы его убедим. Деньги! Ты снова здесь? Чем я могу тебе помочь? Моя твоя помочь хотеть? Это не та ответственность. Я полагаю, у всех детей природы разные цели. Если ты и вправду верно служишь тому, кто платит тебе. В таком случае, я благодарю тебя за помощь. Есть два задания, которые нужно выполнить. Я рассказывал о первом. Выяснить, что происходит с духом леса. Второе. Найти пропавших друидов, поскольку они выполняли то же задание, что и ты. У них могут оказаться сведения, способные помочь тебе с первым делом. Если ты поможешь мне спасти духа, я заплачу тебе 500 монет. За каждого из спасенных друидов я дам 300 монет. Могу ли я быть чем-нибудь еще полезен? Может, еще сейчас золото? Полагаю, я могу пожертвовать 100 золотых, чтобы помочь тебе приступить к заданиям. Пожалуйста, никогда не забывай, что тебе следует действовать в интересах природы. Сильванус, да пребудет с тобой. Дитя мое. Я вижу, ты возвращаешься. Есть ли какие-нибудь успехи? Не, как звать тех потерянных друидов? Эти друиды. Орлейн, полурослик. Бри, человек. И террори, эльф. Надеюсь, ты быстро их отыщешь. Сильванус, да пребудет с тобой. Так, я решил пока лагерь друидов больше тогда не обворовывать. Видите, здесь сундуки, которые опасны. Уж лучше я это сделаю потом, когда у меня уже будет необходимость. Приветствую вас. Привет, меня зовут Хенна. Могу ли я направить тебя сегодня по пути природы? Чего? По путям природы мы приходим каждый день. Одни пути более опасны, чем другие. Направить тебя по верному пути, подобно тому, как в другие направляют меня, мой жизненный долг. Эээ, долг? Когда другие люди тебя помогают, помогать остальным остановится долгом. Во всяком случае, так меня учили, и я в это верю. До свидания. Береги себя на путях, которыми ты следуешь. Всегда бродит опасность и вероятность трагического исхода. Приятно видеть вас. Приветствую, путник. Добро пожаловать в рощу. Мое имя Велкар. А с кем имею честь? Я Хватмар. Твоя очень дружный. О, как же я взволнован. Ты вряд ли в курсе, но я недавно прошел очень важное испытание. Испытание? Около года назад я пришел в эту рощу. Надеюсь присоединиться к местным друидам. Я поговорил с Аавилом, он местный архидруид, и он сказал мне поговорить с Джаэр. Джаэр тоже друид. Она у нас отвечает за испытания новичков. Так Джаэр испытала тебя, и ты прошел? Джаэр сказала, что по условиям испытания я должен вызвать другого друида на арену и драться с ним. Я, естественно, думал, что я готов, так что попросю ее устроить поединок. Она сказала, что не думает, что я готов, но я хотел поразить ее. Меня телепортировали на арену, и мы начали драться. И этот другой друид прочитал заклинание, от которого мой мозг затуманился. И следующее, что я помню, это как я лежал на земле, опять здесь. Я был унижен, но Джаэр сказала мне, надо получше подготовиться и собраться. Чего потом? Я тренировался 11 месяцев, смотрел, как другие дерутся за арене. И все расспрашивали Джаэр о разных стилях, которые я видел. Она очень много знает. Я многое узнал, и, наконец, я был готов. Я опять бросил вызов, и на этот раз я победил. Теперь я защитник четвертого круга. Джаэр сказала, что мне очень быстро дается боевая техника, и что лучший способ не узнать еще больше, это стать защитником. По-моему, Джаэр такая мудрая. А моя можно драться? Наши испытания только для друидов, это вроде как условие. Но ты, конечно, всегда можешь провести здесь несколько месяцев и стать друидом. Ясное дело, не каждый создан для друидов. Так Джаэр говорит, а она почти всегда права. Хорошо, молодец, пока. Спасибо. Возвращайся, если захочешь услышать еще. Ага, сейчас, делать мне больше нечего. Так, что там за елгар? Кому-то он там что-то объясняет. Приветствую. Ну и че ты пялишься? Че, первый раз друида полуорка видишь? Ты держи язык, а то моя учить твоя манера. А у нас тут мужчина с характером. Вот уж редкая птица. Не знаю, то ли с тобой подружиться, то ли снести твою уродскую тыкву. Харрр. Так че не надо помощи или че? Ты кто? Меня зовут Елгар, и я защитник первого круга испытаний. Че еще ты хочешь знать? Кто босс? А, Вилл, архидруид. Ежели хочешь помочь роще с чем-то, ну хоть с проблемами, шо у нас тут завелись, так дуй к нему. Джаэр у нас типа заместитель. Отвечает за испытания кругов. Пока. Вот че, я всегда говорю своим противничкам. До свидания. Доброй ночи, сладких снов. Ну они и падают. Понятно, это просто разговорчики. Разговорчики в строю, так сказать. Так, я хотел что? Я хотел у них в принципе ту бочку посмотреть. О, еще сундук есть. Давай. А я пока в бочку загляну. Кто-то спит. О, Эль. Я так понимаю, это Эль по лоркам. Он, дебил у него. У всех поднимаешь сундуки, а у этого придурка получается бочка вместо сундука. Алло, проснись. Давай, взламывай. Так, там еще какой-то лагерь. Смотрю, здесь достаточно насыщенное место. Да-да, спасибо. Я иду. Ледяное ядро. Ну это мы сейчас набираем, получается, для прощи. Прощи у меня нет. Соответственно, я это просто продам. Так, что у нас тут? Anybody home? Нет. Ну, если что, это будет наша стоянка. Ммм, сундук-то это с защитой. Ну, я думаю, он меня не убьет. Все-таки обычный сундук. Я же говорю. Согласна. Давай, взламывай. Дело сделано. Молодец. Колющая стрела. Отлично. Ну что ж, давайте переведем дух у этого славного костерка. Предлагаю пока снять шлем. Все-таки мы дитя природы. Не стоит забывать об этом. Так, где моя варварская одежа? Вот, наконец-то мы можем погреться у гостеприимного костра. Давайте присядем. А я сяду, присяду. Что ж, не помню точно, вроде бы дух леса не просто так болен. Там что-то случилось с ним. Дополнительно, он вроде как достаточно неплохой противник. Соответственно, ежели что, мы немножко сохранимся. Ну, когда туда будем заходить? Ну, как всегда, это останется за кадром. Да, Шервин? Скажи, да, да. Продолжаем выдвигаться. Так, предлагаю сразу обратно надеть защитные наши вещи. Дух сопротивления. Это что у нас? Это дух сопротивлений. Это всевозможные финтифлюшки от яда и так далее. Мы надеем кольцо защиты. Я думаю, она будет более оптимальна. Надо короткие мечи, кстати, куда-то продать. Так. Избрани. Господи. Я ведь ничего не продал. А ведь хотел. Замечательно. Пояс. Пояс меня интересует. Где мой славный пояс? Так, пояс, вот с идеей, что нам дает? Убеждения нет. Вот если бы пояс там ловкость давал какую-нибудь, это еще было бы что-то. А так нет. Продолжаем исследовать. Здесь, в принципе, ничего. Скорее всего, надо будет к этой двери подойти. Сейчас посмотрим. Ты кто у нас? Джайер. Это та самая отвечающая за задание. Изучает серьезную силу. О, излучает. Никто не стал бы сомневаться в ее власти. Ничто не позволяет испытать силу духа так, как жизнь в опасные времена. А ты как думаешь, бродяга? Да. Моя любит драться. Великолепно. Я поставлю тебе стакан потом, после работы. Правда, я тут всегда на работе. На страже природы. И что я могу для тебя сделать? Чем твоя заниматься? Я отвечаю за испытания на вхождение в круги друидов. Если друид хочет занять место в нашей роще, он или она должен вызвать на поединок одного из нас, чтобы войти в первый круг. Ну, пока. Иди и проверь себя с достойным противником. Это укрепит твой характер и сделает тебя сильней. А мы не имеем права заниматься такими делами, все-таки мы не друид. Если бы я был друидом, это был бы, так сказать, мини-квест, который мы могли бы использовать. Но я варвар. Скажем так, в первом акте мы занимались спасением животных из зоопарка. Наша варварство и близость к природе все-таки сыграла свою определенную роль. Здесь же нет. Будете хотя бы следопытом вроде бы, можно было бы, а варвару не дадут. Я тем более магии-то не знаю. У меня магия другая. Впадаешь в ярость и всех колбасишь. Вот моя магия. Так, я сейчас с тобой поговорю. Сейчас посмотрю, тут что-нибудь еще есть. Нет, все. Понятно, надо будет сейчас заходить сюда. Сейчас поговорим с этим чуваком. Рад приветствовать. Я слышал, ты говоришь, что наша шишка объела. Ну и ладненько. Значит, удачи тебе. Спасибо. Санки Варимач. Я ушел. Не убивай меня. Time to die. Триада. Смотрите, какая классная моделька, а? Блондинка. Исключительно красивые духи деревьев, обитающие в самое чаще глухого леса. Иногда они помогают искателям и могут стать источником полезной информации. О, притомился я, убивая этих животных. К сожалению, скабанов мясо нам не дали срезать. Сейчас мы с ней пообщаемся. Она думает, что это за смертный к ней подошел. Это же я. Ярость. Она сжигает меня. Заставляет меня желать твоей смерти. Я пытаюсь справиться с ней, но, пожалуйста, поскорее. Что тебе нужно? Почему твоя злой? Я не знаю. Ярость просто наполняет мой мозг. Из-за нее я в каждом вижу врага. Я тебя не знаю, не знаю о тебе ничего, кроме того, что почему-то ненавижу тебя. Весь лес сдуреть, обалдеть. Тебе очень нужно говорить со мной. Я должна скоро бежать, иначе меня опять заставят напасть на тебя. Я знаю одно лишь существо, у которого хватит сил сделать такое. Это дух леса. Но он раньше никогда не причинял вреда. Я не знаю, откуда это все взялось. Нет, он щадит мою жизнь. Я не должна такого делать. Прости, господин. Твоя успокойся, а то моя снова тебе делать больно. Успокойся. Ой, когти демона впиваются в мой мозг и сжигают его дотла. А ты говоришь, успокойся? Я и так стараюсь, как могу. Что мне сделать, чтобы это прекратить? Я не знаю. Я не могу думать. Духа уже давно здесь не было. Он теперь сюда не приходит. Я не знаю, почему. Может, если ты найдешь тех, на чьей разум не подействовала сила духа. Это кто? Откуда мне знать? Я никогда не ухожу далеко от моего дерева. Это вы можете свободно болтаться, где хотите. Знать надо такие вещи. Да, такую тупицу нужно уж бы... Ммм, неважно. Может, друиды помогут или нимфы. А то даже и ведьма. Друиды? Тут недавно проходили какие-то друиды. Не знаю, куда они пошли, потому что я пряталась от них, чтобы не пришлось нападать. Они были опасны. Они хотели поранить мое дерево. Нет, это все ненависть говорит. Почему нимфу не сдуреть? Я же не говорила, что на них не подействовала. Я просто сказал, что так могло быть. Откуда мне знать? Прости, я в общем-то не хотел так на тебя орать. Ведьма? Ситара, лесная ведьма. Она иногда приходит сюда. Она плохая и хочет съесть меня. Нет, погоди, она хорошая и помогает. Ой, как бы я хотел мыслить язно. Это так трудно. Но если захочешь иметь дело с Ситарой, будь осторожней. У нее трудности в общении с людьми. Это из-за ее лица, конечно. Че лицо? Она когда-то была красивая, а теперь она безобразна. Я не знаю, что случилось. Она ведь не любит об этом говорить. Я только знаю, она считает, что люди всегда судят о ней, о внешности. Она не будет говорить с тобой, потому что ты есть зло. Ты хочешь убить нас всех и сжечь наши деревья. Так что она не будет говорить с тобой. И я не скажу тебе, как с ней дадо говорить. Убирайся! Я не трону тебя, но я твой друг. Скажи, чего твоя знать. О, правда. Прости, что я ору на тебя. Просто это сильнее меня. Я скажу тебе, что можно сделать, но потом тебе придется бежать. Ведьма Ситара отдаст все за то, чтобы вернуть свою красоту. Как-то одна нимфа мне сказала, что у них есть что-то там такое, она заставляет людей считать их красивыми. Я больше ничего не знаю, но тебя, наверное, можно бы заинтересовать Ситару этим. Теперь, пожалуйста, отпусти меня и поскорее уходи, пока я снова не сорвалась. Твоя, убегай. Нет, я не убегу. Я сшиву тебя с ног, убью. Нет, да, я убегу. Тебе нужно отойти от моего дерева, если ты будешь рядом, я потеряю голову и опять на тебя наброшусь. До свидания. До свидания. Вот оно. Дерево. Древнее дерево пульсирует энергию, как будто оно живое. Запомним. Да, что-то здесь, короче, случилось. Время умирать. Вот теперь я зол. Варить мне. Юпостай. НЕКСТ ЕЩЕ Надгробие? Здесь лежит Кент, возлюбленный Хенны, человек духа. Я не удивлюсь, если это самое возлюбленное убило этого самого Кента. Или как его там. К слову сказать, с другой стороны видимо противники. Когда я отошел, немножко я смог только отдохнуть. Ладно, посмотрим. Да. Можно сказать, мы находимся в Шервардском лесу. Тут опасно. Тут разбойники. Где же братья Стук? Стук-стук. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, через мост мы перейдем. Сначала я посмотрю здесь, что имеется в наличии. Так. Да хватит уже к дереву приставать. Что все понимаю. Но тем не менее. Так, я вижу оленя. фальт. Фальт. Так. Мы подошли к чему-то домику. Сердитый кабан. Вот теперь я зол. Насколько я помню, это поселение нимфы. Она вроде тоже злая. Поначалу будет. Но потом вроде бы мы с ней поговорим, пообщаемся, она не захочет нас убивать. Сейчас мы спустимся к ней, конечно же. Я просто посмотрю, что вокруг есть. А, вон еще есть пара сундучков. Но вообще, в принципе, это интересная такая тема, жить в дереве. В принципе. Вот раньше, когда сказки смотрел, дело сделано. Это завораживало даже. Что вот надо просто себе представить, какого должно быть размера дерева, чтобы можно было внутри, так сказать, в дупле жить. Давайте присядем на дорожку и зайдем. Не знаю, нужно ли меня будет ее убеждать. У нас, как вы знаете, навык убеждения есть. Правда, за счет шлема. ремня и прочих финтифлюшек. Но, тем не менее. Весьма себе неплохое место для житья. Согласна. Давай, открывай. А то я сломаю, ведь. Моя ломать. Ломатель. Дело сделано. Ломатель верев. Раб-нимфы. Иди сюда. К бою! Так просто? О, у меня есть такие вымеры вбой, у тебя. минус еще парочка блин у меня а лопатки торчит стрела когда-то мил меня вела дорога приключений но ранение как это было больно ладно ах я не могу отдохнуть ну понятно так туда я не пойду пока что продолжим смотреть комнатки я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для бедира блин это реально больно когда у тебя из головы стрела торчит супер-супер что у нас тут так ванночка урночка пара монет не фото я смотрю неплохо здесь устроилась захватила умы людей используют их в своих целях молодец еще сайте сундук пойду его сломаю дело сделано слушайте мне реально нравится то что он сейчас так неплохо такие удары наносит критующие а раньше реально как-то реже критовал но это все потому что мы взяли вот этот умение ой умение говорю вот тут 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 вот лучший крит нет то есть кубе когда выпадает соответственно больше возможностей это очень полезно я дару тебе голову защищать госпожу убивать чужаков не пожалуйста не надо больше я сдаюсь приветствую я не знаю что происходит где я где моя одежда ты кто я следопыт здесь в мы ведь в лесу never winter я не узнаю этого места да это есть лес почему твоя нападать я я не помню как напал на тебя я даже не знаю кто ты и где мы последнее что я помню это как я шел через лес пытаясь понять что же случилось со всеми этими животными я ускользнул от нескольких медведей пары кабанов но я начинал сильно уставать наткнулся на открытую полянку и я увидел кажется это была женщина да точно прекрасная женщина это последнее что я помню дальше я очнулся и увидел что ты атакуешь меня хоть ты говоришь что я напал первый все это очень странно а я хотел знать что ты знай перед тем как все забыть твоя ответь на мой вопрос я постараюсь хоть ничего и не могу сообщать обещать я не очень-то много узнал что твоя вызнать про злой зверь тут не о чем особо рассказывать я не не мог с ними поговорить не мог успокоить они были просто невероятно враждебны а больше узнать я так и не сумел тут то пропадать друиды твоя чё то знать не имею ни малейшего понятия возможно тебе следует поискать в этом месте но берегись если они такие же каким был я то могут и напасть на тебя ситара в этот лес есть ведьма твоя знай про ее я немного слышу про нее она любит помогать лесным созданиям но не очень-то часто встречаются с людьми ходят какие-то байки о том что когда-то она была прекрасна но внезапно стала уродливой это все что я про нее знаю ладно уходи спасибо счастливого пути сэр прямо так галушом пойдешь что ли оделся бы что ли давай шармин твой час пришел звездный час звездный час взлом сундука тапас вот мы наконец-то можем присесть отлично так в принципе вот сейчас посмотрим еще в эту комнатку и вот сюда зайдем обязательно и здесь посмотрим так неплохо вроде бы с нимфой мы тоже будем сражаться сейчас посмотрим так это или нет так застрял бывает нет я не не немного не в ту сторону пошел надо прямо дальше идти вот она комнатка это вот книжки интересное место хранения для факела согласно могу даже посвятить у меня есть чем дело сделано зелье помощь на продажу мы такие вещи не используем пусто мы все это читали на продажу за книги конечно много денег не дадут но лишняя копейка давай открывай умница а что у нас тут на ничего ладно зайдем в соседний кабинет там вроде бы сундучок был на я почему-то думал что он заперт но оказалось что нет ладно здесь мы все посмотрели возвращаемся сюда тут осталось в принципе пара комнат где мы еще не были что я возьму секи ром тут еще оказывается много чего есть интересненько я я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для бедя не и но я еще есть а Ага, стоп. Да, классно, что у меня есть повышенная инициатива. Да, классно, что у меня есть повышенная инициатива. Да, классно, что у меня есть повышенная инициатива. Вроде бы так. Потому что они маленькие должны быть. А не то, как мы привыкли. Или фея это. В общем, не важно. Мы набрали волшебные пыльцы. А по Питеру Пену, если этой пыльцой обмазаться, мы можем летать. Хе-хе-хе. Ух ты, камушек. Хорошо критую. Если что-то, можно будет крит еще раз поднять. Так что это вообще будет идеальный монстр уничтожения. А по поводу навыка прокачки оружия, чтобы я лучше им владел. Я немножко ошибся. Эта единичка, которая там будет добавляться, это к шансу атаки. Плюс один. Я оторву тебе голову. Вот теперь я зол. Ты в нее здесь. Умри. Умри. Кто еще? Где? Нет? Я думал, что кто-то еще будет на меня нападать. Нимфа. Так, ладно, мы сейчас не подойдем, конечно же. Я сейчас тут соберу. Мне кажется, она обидится за то, что я тут натворил. Ну, в принципе, мне нравится ее покои. Посмотрите, как все обставлено и интересно. Какие-то колонны, скамеечки, сад камней. И экспозиция из животных, которых она наловила, так сказать. Давайте присядем. Почему-то она не хочет на меня нападать. Видимо, она добрая. В душе. Сейчас поговорю с сундуком. Надеюсь, он хороший сундук. Он не будет меня кусать. Сейчас посмотрим реакция его. Interesting. Так, вот сюда лучше не вставать. Это Бобо. Немножко. Так. Не, все нормально. Он не захотел на меня нападать. Сейчас Шервин его пощекочет. И он отдаст свои вещи. Дело сделано. Ледяное ядро. Окей. Красивый фонтан. И нимфочка. Природное воплощение физической красоты. Они настолько невыносимо прекрасны, что даже мимолетный взгляд на них может ослепить или убить неподготовленного зрителя. Далее, от защиты я надену шлем. Нет, я не позволю тебе убить меня. Создания природы должны быть защищены. Теперь тебе от меня не уйти. Ну ты и тупица, мужик. Я не знаю, с чего тебе взбило в голову, что ты можешь залезть в мой дом, убивать моих рабов и уничтожать других защитников природы. Но теперь ты жертва моих чар. Склонись же перед своей госпожой. Чё? Моя не раб. Не отвечай мне, раб. Так какую бы ещё грязную работу тебе поручить? Твоя хотеть обладать мой разум, но не вышло. Больше не надо, а то моя убить твоя. Нет, как это может быть? Что случилось с моими силами? Я наплевать на сила. Твоя слава, моя сильный. Так, говори, чё здесь случилось, а? Ты? Разве ты здесь не для того, чтобы убить меня? Нет. Моя приходит искать помощь для дух леса. Ой, это ужасно. Мне так жаль, но я был уверен, что ты... О. Ой. Короче, так получилось. Я ничего не могу сделать, чтобы это исправить. Я была не права, как это смогло случиться. О. Хз. Ты здесь, чтобы убить меня. Вот что пришло мне в голову в тот момент. Как почувствовалось твое присутствие рядом с моим деревом. Мне... Мне просто хотелось остановить тебя. Ты сможешь меня простить? Я тебя, я прощаю. Но ты теперь помогай, моя всяка. Спасибо, господин. Это так великодушно. Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь тебе. Вот только жаль, что сил у меня уже почти нет. Не знаю, как получилось, что они так иссякли. Долго твоя иметь проблема. Пару недель назад я была внизу, у реки, смотрела, как рыба играет. И вдруг почувствовала какую-то опасность. Я огляделась, затем вскарабкалась сверху по берегу и укрылась в рощу деревьев. Я ничего не видела, но страх нарастал. Внезапно в моей голове раздался крик, как будто кто-то вонзил кинжал прямо мне в мозг. Его сила так поразила меня, что я упала на землю без сознания. Когда я очнулась, страх был всё ещё здесь, а ещё чувство, будто весь лес испытывает боль. Чё за боль? Это был дух леса. С того дня я всегда чувствовал его боль и страх. Он постоянно кричит о помощи. Я делал всё, чтобы удержать свой рассудок. Поистину, думаю, тебе пришлось на своей шкуре испытать мой проигрыш в этой битве. С течением времени я начала держаться всё ближе к дому, пока недавно не обнаружила, что вообще не могу покинуть свою комнату. Так велик мой страх. Если тебе так плохо, почему-то не уходить. Не всё так просто, как кажется. Это дерево мой дом. Я живу здесь уже столетия. Однако у меня было такое чувство, будто каждый, кто проходит мимо, представляет опасность для моего дома и меня самой. В первый раз, когда человек подошёл близко к моему дереву, я захватил его своей силой и заставил охранять мой дом. Следующие несколько тоже дались легко, но потом было всё труднее и труднее. Теперь, как видишь, мои силы иссягли. Не знаю, что я дальше буду делать. Маня хотят помочь, но надо находить дух леса. Твоя знать как? Я не думаю, что это возможно. Дух создания одновременно и жизни, и смерти. И только он может войти в портал, ведущий вину и реальность. Где портал? Портал в пруду, под водопадом. Но то, что ты его найдёшь, тебе не поможет. Да и никому не поможет. Мне надо попасть туда. Надо способ. Ну, некоторые пытались, но нет. Плохое решение. Забудь об этом. Только дух ум может проделывать это успешно. Твоя есть другая мысль. Пожалуйста, скажи. Давным-давно был друид, который утверждал, что понял, как проникнуть в реальность духа. Он говорил, что изучал головоломку много лет, и в конце концов она сложилась. Он не сказал мне, как собирается войти, но я была любопытна и проследила за ним. Он вошёл в пруд и построил алтарь, но затем он сделал очень странную вещь. Он вынул кинжал и мазил его в собственную грудь. Его тело соскользнуло под воду, но когда я заподошла к пруду, оно исчезло. Может быть, он и попал в ту реальность, но если он был при этом уже мёртв, не думай, что оно того стоило. За прошедшие годы и другие пытались сделать то же самое, но их тела просто лежали там и разлагались. Ну, не все тела. Что значит остальные? Говори мне, пожалуйста. Несколько недель назад сюда пришёл один гном. Он был в ярости, и мне показалось, что мои чары на него не действуют. Он спросил меня о кинжале, при помощи которого друид убил себя. Я не знаю, как он узнал об этом, друиде, но кинжал хранился у меня как память о нём. Когда гном начал мне угрожать, мне пришлось отдать ему кинжал. С этим гномом мы никогда больше не встречались, но незадолго до того, как он начал осетить беды, я нашёл тот самый кинжал перед алтарём. Гном был в бассейн? Нет. Теперь, когда я об этом думаю, я понимаю, что его трупа там не было. Милая, нужен кинжал. У тебя он есть? Я принесла его и сюда. Но я не помню, куда он делся, потому что, как только мне удалось добраться дома, меня пронзила острая боль. Он точно где-то в моём доме. Если как следует поищешь, наверняка сможешь его найти. Но они знают, что они используют его. Я не хочу нести ответственность ещё за одну смерть. У меня и так уже руки полоколь в крови. Опять твоя ноет, возьми своя в руки. Тебя ведь не очень любят, правда? По-моему, я больше не знаю ничего полезного, но я отвечу на любые вопросы, которые у меня есть. Что твоя сказать мне про ведьма Сеттера? Ох, она ужасно безобразная старая корга. Тебе вообще не захочется иметь с ней дела. Я не могу даже взглядывать на неё без слёз. Так что, я вообще не подпускал её к моему двереву. Я даже не люблю о ней говорить, так ведь она меня раздражает. Пока. Я желаю тебе удачи в твоём поиске. Я искренне сожалею обо всём, что я тебе сделала. И о смерти моих рабов, в которых следует винить лишь меня. Ну да. Ну ладно. Прикольный у неё, кстати, наряд. Такой какой-то, я не знаю, гавайский звёздочка. А, нет, а цветочек у неё в голове. Ладно, сейчас мы, короче... Пройдёмся по сундукам, как обычно. Интересно, оставшиеся противники... Ой. Друг мой, как хорошо видеть тебя снова. Моя душа всё ещё скорбит о смертях виновных, которые была моя паранойя. Но твоё лицо помогает мне забыть о тех тяжких временах. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Нет. О, как она раскланилась. Отвали от меня, девочка. Я тут у тебя немножко... О-о-о. Хотя рукоятка, похоже на скелет, тёплая. И хотя в качестве эффективного оружия его вряд ли можно использовать, он явно служит для символической или цереминальной цели. Берём. Это заплесневевшая книга, вроде тех, что никто и никогда не читает. Это длинный, очень скучный текст, написанный друидом Йордией Каини Гиттофиксом Третью. Несколько сотен лет назад. Он использует сложные, длинные и зачастую совершенно бессмысленные слова для описания своих наблюдений за духом леса Невервинтера. На одной странице есть пометка и маленькое примечание к подчёркнутому абзацу текста. Это может означать, что если кто-нибудь встанет в бассейн под водопадом и почему-либо умрёт, он появится вновь живым, по всей видимости, в реальности духом. Ладно, возьмём. Пригодится, я думаю. Ладно, уходим отсюда. Так, здесь у неё осталось ещё пара комнат, где мы не побывали. Надо заглянуть вот сюда и сюда. Интересно, на меня нападут? Сейчас узнаем. А я сюда заглядывал? Да. Птички. Вроде бы мы находимся под землёй, но тут птички. Прикольно. Хеллоу? Шервин? Керрари? Огорчённый эльф, похоже, уже давно ходит тут. А, ещё один раб. Выражение выбирай. Приветствую. О, боги, я вижу, нимфа пленила ещё одну жертву. Погоди. Ну, тебе... По-моему, не подействовали её чары. Нимфа моя не обмануть. Моя есть умный. Кто твоя? Меня зовут Террари. Я друид из роща леса Невервинтер. А с кем имею честь, сэр? Моя хватмор. Моя работает на Аавилл. Наконец-то находить твоя. Хм. Тогда у меня долг чести и перед тобой, и перед Аавиллом. Я жалею лишь, что не продвинулся дальше в своём задании по спасению духа леса. По-моему, много знать. Я не очень-то далеко ушёл. Я думал, раз животные не хотят общаться, то уж нимфы-то будут хорошими источниками сведений. Они, конечно, легкомысленны, но мне казалось, что разум их достаточно стоек, чтобы сопротивляться безумию духа. Я решил посетить этот дом первым, поскольку я знал именно эту нимфу в прошлом. Она, похоже, была очень рада меня видеть. Буквально набросилась. И я надеялся получить от неё некоторые сведения без... Не... Без того, чтобы входить к ней в дом. Мм. Почему не хотел входить в дом? Где-то в глубине души часть меня всё удивлялась. Почему же она и ни разу не назвала меня по имени? Хотя мы знали друг друга довольно давно. Это казалось странным. К сожалению, и я не мог думать связно. Полагаю, я был просто уверен, что она не сможет сделать ничего такого, с чем я не справлюсь. Когда мы вошли в её дом, она предложила мне раздеться. И пока я это делал, она наложила на меня заклятие. Я понял, как всё будет. Следующее, что я помню, это то, что я оказался запертым в этой комнате без всякой надежды бежать. Нифа не причиняла мне вреда. Она просто не отпускала меня. Перед тем, как войти в комнату, она накладывала какое-то заклинание. А потом я просыпался и не мог вспомнить, что случилось. Теперь, когда я свободен, я должен вернуться в рощу, чтобы обсудить проблему духа леса с остальными друидами. Может быть, им известно больше, чем мне. Моя помощь! Что твоя узнать в рду? Я не знаю почему, но дух определённо безумен. И это безумие заражает лес. Оно подействовало даже на нимф, так что у неё не слабая хватка. Я знаю, для того, чтобы добраться до духа, тебе придётся каким-то образом войти в пруд, с помощью которого он входил и выходил из леса. Перед тем, как наложить заклинание, нимфа упомянула, что дух не показывался здесь уже довольно давно. Почему дух сейчас не ходить? Она не сказала почему, она сообщила лишь, что дух уже давно не выходил из пруда. У нимф не очень-то развито чувство времени. Пруд — это что-то вроде входа в иную реальность, где чаще всего обитает дух. Однако у меня нет ни малейшего представления о том, как он выглядит. Твоя не ходить в пруд? Ни одно живое существо не может пройти через портал виной от царства. Так говорится в самых старых преданиях моего народа. Предания говорят, что портал связывает реальность живых и мёртвых. Дух — создание некоторым образом живое лишь наполовину, так что оно может ходить туда и сюда через портал, а мы — нет. Кстати, мне кажется, дух выглядит вроде в виде оленя, вроде бы. Мне почему-то кажется, что вспоминаю уже этот квест. Моя уходить твоя, можешь уходить сам? А, я и сам доберусь. Встретимся в роще друидов. Спасибо тебе ещё раз и удачи. Ну, замечательно. Собственно говоря, мы получили опыт. Потом мы получим денег за спасение этого бедолаги. Сейчас посмотрим, что у нас вот в этой комнатке. Тут ещё парочка порталов осталось. Ого. Привет. Приветствую. Что со мной произошло? Где я? Блин, я потерял опыт. Я мог их всех убить. Ладно. Что со мной? Где я? Дело сделано. Что вам нужно? Что, они уходят? Локон нимфы, а зачем? Мешок целителя плюс шесть? Да вы шутите. Враньё. Ну ладно. Обломали меня. Надо бы сначала реально их всех поубивать чертям, а потом уже с нимфы разговаривать. Не буду я убивать их, раз они уже не опасны. Я всё-таки не хаотичный, а хаотичный. Всё-таки ядро поражения. Я нормальный. Нормальный я. Враги? Внезапно. Скорее всего, там, наверное, опять пикси. Потому что пикси вроде бы они злые. Относительно. Точно, пикси. Ну? Ха-ха-ха-ха, прикольно. Стрева торчит из такого маленького тельца. Ха-ха-ха. Всё? Кажется, да. Меня сховало. Сейчас уйдёт. Заклятие. Хрен с ним не страшно. Прошу прощения. Норм. Копьё плюс один. Ну что ж, собираем пыльцу. Феечки. Отдали мне свою пыльчику. Хорошо. Натрясли. А вообще, лучше бы наш дурак, лучше бы их в банку наловил. Как светлячков использовал. Но нет. У него ума хватило только на это. Топором и стрелами размозжить маленькие непонятности. Так, ладно, отдыхаем. Здесь мы получили необходимые предметы. Во-первых, мы с вами взяли кинжал. Для перехода в другую форму. Во-вторых, мы получили зеркальце. Так сказать, сверху моё зеркальце скажи, кто на свете, доложи. Там. Яль на свете всех мудрее, милее и белее. Там я не помню уже, как это всё. Да. Вот. Карге старое дадим это. Зеркальце. Пусть она с ним играется. Может, чем поможет. Старая, безумная женщина. Ну, посмотрим. А мы продолжаем пока что исследовать этот лес. Карту можно пока спрятать. Одного друида мы нашли. Ещё парочка должна быть. Так, я вижу Олежку. Ещё одного. Так, шлем я пока сниму. К бою! Так, кабан. Так, там проход какой-то даже, я вижу. Давайте посмотрим, что у нас тут. Переход. Дальше в лес. Ясно, пока не надо. А тут что-то ещё вижу. Пойт ми! Шикарно. И некая пещера. Судя по всему, в пещере кто-то живёт. Тотем из черепов. Костерок. Намекает на то, что здесь кто-то останавливался. Не помню. Вроде бы в дальнейшем здесь будут потом орки. Урухайцы. Блин. Хрюшка бедная слегла. Так, лечение я пока принимать не буду. Ну, стрелу можно взять, кстати. Давайте отдохнём. У меня 67 стрел. Потратился немножко. Так, если что. Есть ли у меня ещё колчины? А, в принципе, можно взять колючую стрелу. Она вроде как увеличенный урон наносит. Давайте поставим какие-нибудь суперстрелы. Давайте огненные поставим. Зажигательными постреляем, в принципе. Почему бы нет? Так, досмотрим, что у них тут есть. В этом закутке. Ну, вроде бы ничего. Хотя... А, показалось, что это маленькая палатка. Это оказался камень просто. Нет, здесь ничего интересного, к сожалению. Ну что ж, у нас, в принципе, два пути. Пещера и дальше в лес. Мы идём в пещеру сначала, потому что это пещера. Правда, напрягает немного вот этот вот кастёр. Видно, что здесь жарили черепа. Заходим. А, нет, это не тролль. Это теркап. А, и звуки плохие, как будто пауки. Сейчас посмотрим. Да, здесь пауки. Видите, паутина. Кокона. Гигантские пауки. Чёрт, я не люблю пауков. Я дару тебе голову и сделаю из неё бурдюк для питья. Это были, видимо, не те пауки, которых стоит бояться. Что это было? Почему-то само закрылось. Вроде бы ничего не нажимал. У меня клинковый пауки, или как там он называется, меченосцы, что ли, напрягает, потому что они сбивают с ног. Ого. Золотой венец. Существо, атакующий разум, является основной пищей для кошмаров. И ничего удивительного в том, что на предметы, защищающие от атак тварей, приходит иногда часть их дурной славы. Про золотые венцы, например, говорят, что когда дроу только-только ушли под землю, они питались мозгоедами. И что от употребления в пищу мозгоеда, тот, кто не носил такого венца, превращался в пожирателя разума. Всё это, конечно, только суеверные кабацкие байки. Так, заклинание против разума, спас броски воля. Вот это, кстати, хороший шлем. Для боёв он очень даже неплох. Спас бросок воли, это весьма полезно. И заклинание разума. То есть, по факту, в этом шлеме мы с вами не боимся ни страха. Вот здесь иммунитет к страху. А тут... Иммунитет, заклинание против разума. По факту, страх это заклинание для разума. А меч замечательный. Вообще, как бы, просто... Кстати, шлем, знаете, что-то похож... Это, если кто смотрел Кул Завоеватель, там Кевин Сурба скакал, как всегда, геракствовал. Вот очень похож шлем по форме, как у него там. Что мы сюда очень даже не зря зашли. Сейчас мы кому-то сейчас стрелу в жопу пустим. Блин. О, чёрт. Отравлен. У меня есть противоядие? Это не то. Да, есть. Супер. А то подорванули меня, понимаешь. Если что, я мог бы использовать комплект целителя, но у меня были зелья, которые позволяют неплохо себя восстановить. Шлемы я вообще рад, реально. Вот такая классная штука. Лечимся опять. Или потом выпьем. Я подобные предметы не продаю, потому что я их иногда применяю. Безусловно, в применении их нет никакого практического смысла, но это радует. Я оторву тебе голову и сделаю из неё курдюх для педе. Я так могу. Силён, силён. С каждым новым уровнем усы сильнее и сильнее. Это радует. Так, надо будет туда ещё сходить. Что я увидел? Скачущий паук? Это как? Ладно, мы узнаем ещё об этом. Так, присядем. Соберём всё, что здесь есть, всё, что осталось. В принципе, нам туда надо. Как раз надо будет этого скачего паучка завалить, попытаться. Посмотрим, что тут. Давай. Гора черепов. Метательный топор плюс один. Замечательно. На продажу. Я оторву тебе голову и сделаю из неё бурдюх для педе. Я оторву тебе голову и сделаю из неё бурдюх для педе. Вот музыкальная композиция. Такая классная. Вот это вот именно трубы, когда играют. Что-то почему-то варкрафт напоминает второй. Я не знаю, почему так. Что-то чувствуется там. Такое же эпичное. Так, скачий паук. Способность какая-то туда и обратно между материальными. А, понятно. Сейчас двоих по фазе делают. Не всем дано такое делать. Так, тут. Ого. И у меня до сих пор не перевес. Что как-то странно даже, я бы сказал. У меня столько всего. Я оторву тебе голову и сделаю из неё бурдюх для педе. Так, теперь мы отходим. Вы там видели? Паучиха. Сейчас попробуем на неё напасть. Я не знаю, что из этого получится. Предварительно, конечно, я сохранюсь. Потому что я не доверяю. Очень, очень не доверяю себе. Оббафаюсь своими зельями и попытаюсь на неё напасть. Вы видите там? Статус нереальный. По факту она, скорее всего, меня завалит. Но я проверю. Видите, у неё какая-то аура ещё крутится. Сейчас попробуем. Испытаем. Вообще занимаюсь какой-то фигнёй, блин. Зачем я сюда пришёл? Какой я к чёрту паучиха? Хорошо. И значит так. Зелье задубения. Благоговение. Усиление. Обкашевание. Чё ещё надо? Всё. Я готов. Нормально. Усиление. Едва. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот это я понимаю. Воистину. Это реально было что-то с чем-то. Это было тяжкое испытание. Так, ну, жалко, что из неё никакие трофеи не выпали. Но, блин. Супер, супер. Собираем. Чё там у неё? Орлейн? Приятно видеть вас. О, спасибо, что вытащил меня из этого кокона. А я-то думал, мне точно конец. Эм. Моя рада тебя найти в большей мерзкой паутины. Тут и есть. Меня зовут Орлейн. Я друид. Мой начальник Аавил послал меня выяснить, что происходит с духом леса. Моя знать Аавилу. Он послал меня искать твоя. Теперь твоя найдись. Хвала Балансу за Аавила. Он хороший руководитель. Как ты попался? Меня отправили в лес, чтобы выяснить, почему животные на всех нападают. Я пытался поговорить с оленем на одной полянке, но у бедняжки так помутилось в мозгах, что он напал на меня. Ааа. Олень пнуть твоя в зад? Отсталый ум. Отсталое чувство юмора. Это твой случай, не так ли? Это не смешно. Я был бы готов к нападению, если бы это был влоук или медведь. Но от оленя никто подобного не ожидает. Он бросился прямо на меня. Я пытался углониться, но олень достал меня копытом в бок. Он встал на дыбы, чтобы ударить меня еще раз, но внезапно развернулся и бросился бежать. Я встал, хотел побежать за ним, но тут услышал позади себя какой-то приклушенный щебечащий звук. Я обернулся, но не успел даже сообразить, что происходит, как что-то мягкое, с длинными волосатыми ногами и челюстями прыгнуло на меня сверху. Пауки, выходите из песчаны, чтобы хватать твоя. Сначала я даже не понял, что это. Я почувствовал, как эта тварь укусила меня, и внезапно весь мир закружился. Очнулся я уже здесь, весь закутанный. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать еще одного укуса. И тут ты приходишь и освобождаешь меня. Еще раз спасибо тебе огромное. Теперь мне нужно найти моих спутников-друидов и подумать, что мы можем сделать по поводу духа леса. Чего твоя узнай про духа? Ну, очевидно, что с духом леса происходит что-то весьма нехорошее. Похоже, он сошел с ума. Обычно дух входит в лес и выходит через пруд в его северной части. Но, как я выяснил, его уже давно никто не видел. Твоя рассказай про пруд. Пруд — это что-то вроде входа в иную реальность, где чаще всего обитает дух. Однако у меня нет ни малейшего представления о том, как он выглядит. Твоя уходить. Твоя теперь не опасна. Теперь я должен быть в порядке. Еще раз скажу, не могу выразить, как я. Благодарен тебе за помощь. Всяческой тебе удачи. Удачи. Ты дурак. Выход с другой стороны. Ладно, неважно. В принципе, надо было сюда идти. Да, прикольно, конечно. Завалили такого паука. Написано было «Нереальный». Фиолетовым светом помеченный. Это все не просто так. Так, а там еще прыгающий паук должен быть. Сейчас посмотрим, что это за прыгающая чудо-юдо. «Норм». Ты там на кого колдуешь, е-мое? Мы всех убили уже. Видимо, нет. Ну, я же говорю, тут еще где-то сдвиг по фазе ходит. Сейчас мы его найдем. Карту пока уберем. Нам она не нужна. Ого. Вот теперь я зону. Сигена! Сигена! Молодца! Девочка может. Так, а тут у нас кто? Гигантские павуки. У меня просто противояди более нет, соответственно. Вот. Аптечкой себя подлечиваем. И я не могу двигаться. Сила уменьшена. О, зелье бычьей силы. Это замечательно. Так. Ну, здесь, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Мы возвращаемся уже. Сейчас добьем последних пауков. Там вроде бы еще один сдвинутый паук. И выходим отсюда. В принципе, здесь пока, я думаю, стоит прерваться. До зачистим пещеру. Как тяжело. Едва могу пошевелиться. Я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Я дару тебе голову и сделаю из нее... Нормально. Я не был лучшего мнения об этих пауках. Вы видели, как он их просто завалил? Это удивительно. Ну ладно. Как я и говорил. Задание, в принципе, мы продолжим. На оленя мы нападем чуть позже. Да-да, точно. Вроде бы дух, как олень выглядит. Северный олень. Да. Выходим на свет. Хотя там какой свет? Лес-то порченный. Я так и назову эту часть. Порченный лес. Да. А следующая будет бешеная олень. Да. Что-нибудь подобное придумаем. Ну ладно. С ведьмой мы поговорим еще. Она находится, грубо говоря, скорее всего. Хотя нет, погодите. Погодите. А где это мы? А мы в центре леса. А что у нас тут? Да, в принципе, ничего. Тут просто можно было здесь пройти напрямки. Ничего здесь больше нет. Ладно. А мы пока, как я говорил, здесь прервемся. Так. Что? А почему я его уронил? Это вот хороший вопрос, потому что внезапно это все. Куда он делся? В смысле? Похоже, у меня места. У меня нет. Я смог. Я не понял, как это вообще вышло. Но так быть не должно. Ладно. Я просто хотел взять факел. Сейчас мы найдем место для ночлега. Временно, так сказать. Пристанище. Пока шлем шнему. Боевой. Скорее всего, все-таки у этого костерка. Хоть он и опасный, страшный. Остановлюсь. Вообще, в принципе, странно. Я рассчитывал, что здесь будут не пауки, а какие-нибудь людоеды. Потому что, видите, черепа как бы намекает, что здесь что-то человекоподобное убивали. Да, Шервин? Здесь пока данное видео оканчивается. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующей части. Всего доброго. Ну что, Шервин. Надо готовиться к ночлегу. Надо здесь все обезопасить. В принципе, уже никого нет. Но только комары. Да.